В 2011 году родильный дом в Родниках капитально отремонтировали. Новые окна, двери, оборудование. Казалось бы, рожай до радуста. Но в ноябре этого года новость как гром среди ясного неба. Родильный дом закрывают, 16 сотрудников остаются без работы. Не ошибка ли это? Возможно ли такое в 21 веке, чтобы целый район остался без родильного дома? Попробуем разобраться в нашем репортаже. Вот такое уведомление об увольнении по сокращению штата получили сотрудники Родниковского роддома 1 ноября. В их числе и заведующий Николай Васильевич Лядов. Руководит он здесь с 1988 года. Говорит, что даже в самые сложные для экономики страны времена речи о закрытии не шло. А теперь Родниковский район с населением более 30 тысяч человек с января рискует остаться без собственного кушерского отделения. Женщин будут возить и Вичугу, и Иваново. 20 и 50 километров соответственно. Три скорые помощи. Еле живые. Денег в больнице нет. Долги 7 миллионов. Никакие запчасти не закупаются. Машины без ремонта. Холодные, дырявые. И вот в этих машинах они хотят перевезти, скажем, пусть тех же вот 160 женщин на свой страх и риск. Где они, если не дай бог, начнутся роды по дороге, как в этой машине можно принять ребенка. В какие условия он сразу попадает. Женская половина родников, особенно та, что в активном репродуктивном возрасте, бьет тревогу. Рожать хотят исключительно в родных стенах. В своих стенах-то как-то роднее, чем куда-то ехать-то. Нужны ли мы там Ивану-то? Тут все равно как-то попривычней, породнее. Я вообще из села. Я езжу сюда из села. Если меня направят, например, в Иваново рожать даже, меня не успеют тут везти просто. Я рожу в машине. Я не это самое, даже не... Подумать даже страшно, что вот куда-то вот ехать здесь, что сюда привезут за 10 минут, а что в Иваново полчаса меня будут везти. А это группа поддержки из тех, чьи дети уже появились здесь на свет. Все эти женщины безгранично благодарны местным врачам за внимание и заботу в самый важный и волнительный для них день. Узнав новость о грядущем закрытии, молодые мамы заходят сюда просто так – поддержать медперсонал. Я намеренно сюда хотела идти рожать. И пришли. Мы здесь родились. И как бы все хорошо у нас здесь прошло. Приняли нас очень замечательно. Замечательно. С нами тут и сюсюкались. Как говорится, как не стало бы это сюсюканье дальше где-то в области, где мы там никому никогда и не нужны были. А здесь нас очень хорошо приняли. И все здесь было очень замечательно. Эта новость у нас очень сильно всех шарашила. Я вот, допустим, не поеду в Иваново. Кто будет отвечать за то, что если в пути в Иваново у меня начнутся схватки, если что-то случится со мной или с моим ребенком. За это, как мне сказали при первом телевидении, отвечать не будет никто. 28 лет назад в этом же роддоме у этого же самого врача, у Николая Васильевича Лядова, родился мой муж. А 9 месяцев назад мой сын. Я вот рожать не поеду второго в Иваново. Меня устраивает все здесь. Ну а теперь от эмоций к делу. Если отбросить все лишнее, то причиной закрытия роддома могут стать долги родниковской ЦРБ, в структуру которой он входит. А поводом – отсутствие в учреждении неонатолога. Это Светлана Уварова. Она заведующая детским отделением в районной больнице. Ее супруг проработал здесь неонатологом в буквальном смысле почти всю свою жизнь. Полтора года назад он скончался. Сейчас ситуацию с отсутствием специалиста спасает его жена. Приходит в роддом по первому звонку. Моя основная работа – я зав. детским отделением, стационаром. С такими детками я 30 лет уже работаю с рождения и до 18 лет. По воде случая приходится обслуживать и новорожденных. Но поскольку мы сейчас работаем чисто по сертификату, а сертификат у меня педиатра, а не неонатолога, я как бы не имею права здесь работать. Но поскольку это самородийный дом был, пришлось обслуживать детей до настоящего времени. С Нового года вопрос висит в воздухе. Но, скорее всего, родины закроют. И это самая первая причина – это самосудствие неонатолога. Теперь об экономической стороне вопроса. Отделение на шесть коек содержать, мягко говоря, накладно. Вот профильный департамент и планирует законсервировать роддом на пару месяцев в Новом году, чтобы ЦРБ смогла расплатиться с долгами. Чуть больше 100 родов в год. То есть один раз в три дня женщина рожает. Мы держим круглосуточное кольцо медсестер, санитарок и так далее. Это очень затратно. То есть содержание роддома отходится в пять с лишним миллионов в год для бюджета родниковской ЦРБ. Но мы готовы даже на это идти, при условии, что кредиторской задолженности у больницы нет. Если встанет вопрос, закрывать больницу вообще или, например, закрыть какое-то отделение, мы вынесем это на общественное обсуждение, проговорим с администрацией, естественно, с депутатами родниковскими, и только тогда будет приниматься какое-то решение. Приостановить, но ни в коем случае не закрыть, настаивает главный медик региона. Во вторник Светлана Романчук намерена сама поехать в родники, чтобы встретиться с руководством города и персоналом роддома. Последним сейчас очень важно услышать, что они нужны. Начальнику департамента кушеры обязательно расскажут, что план на год 135 родов уже выполнен. 2 ноября на свет появился 136-й малыш. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Родниковский район.